И всем снова доброе утречко, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Сегодня мы делаем обзор на новую модельку от фирмы Fila. Называться они будут Acid M. Стоят они 7000 рублей, друзья. Даже название такое кислота. Вот такие вот красочки кислотного цвета, как вы можете видеть. Довольно-таки интересная модель, что мне внешне понравилась. Вот эта верхняя паутинка по типу такие, по типу Чайка-паука. Были бы они черные, черный с красным, было бы прям реально как кроссовки паука. Давайте их рассмотрим. Значит, верх здесь выполнен из двойной межсетки, усиленной вот этой паутинкой, которая препятствует тому, чтобы вот эта ткань рвалась, потому что, как правило, рвется вот тут вот сверху, да, проблемные места. Здесь же они сделали вот эту паутинку. Данная паутинка, по-моему, из пластика, если не ошибаюсь, какого-то. Вот. Также здесь используется текстильная сетка, как мы можем видеть. Также в этой модели используется текстильная подкладка. Это плюс такого вот кислотного цвета. Сейчас посмотрим стильку отдельно. Так, стилька. Стилька, друзья, тут вот такая вот перфорированная, что хочу заметить, в мыске. И в средней части есть перфорация. Соответственно, немножко будет вентилироваться. Вот. Ну и тем самым, соответственно, облегчается весь стиль. Хотя тут вес-то такой себе. Вот. Вот. Сама стилька выполнена из мягкого пеноматериала, что будет обеспечивать дополнительную амортизацию при ходьбе. Промежуточная подошва, друзья, здесь трехкомпонентная. Значит, идет первый слой Эва в верхней части, потом идет в пяточной части дополнительный слой более мягкой резины Эва. И следующий слой, нижний, уже тоже выполнен из мягкого слоя. То есть здесь трехслойная, друзья, Эва промежуточная подошва, поэтому амортизация должна быть на уровне скетчерсов, я так предполагаю. Надо будет мерить, друзья, сейчас померяем. И подметка, друзья. Подметка выполнена вот такой вот кислотным слоем износа стойкой резины, которая приклеена к промежуточной подошве. Вот таким вот квадратненьким протектором. Данная модель подойдет для бега и тренировок либо в зале, либо на асфальте. То есть так как здесь используется износа стойкая резина, подметка, соответственно, можно использовать их и на асфальте для бега по асфальту. Шнуровка здесь плоская, друзья, вот такая вот, как вы можете видеть. Люверсы здесь тоже текстильные. Поэтому сильно перетягивать не рекомендую, можно порвать люверс. Они здесь пришиты. Также в этой модели имеется дополнительная фиксация шнурука и пластиковый усилитель для шнурука. По поводу языка, друзья, язык. Ну, язык здесь тоже, кстати, частично выполнен из пластика, частично из текстиля. Мы с усиленной, тоже пластиковой вставкой. Есть некие координаты. Можете загуглить, кому интересно, что это за координаты. Может быть, центрального офиса Фила, как вариант. В общем-то, модель интересная. Интересно, что хочу сказать. Выглядит довольно-таки молодежно. Вот так вот они выглядят сзади. Имеется петля для снятия. Моделька интересная. Их уже меряют. Меряют их уже. Значок Фила. Сзади здесь тоже самое. Ну, знаете, что заметил? Немножко несимметрично как-то. То есть, здесь видите, да? А здесь? Ну, что это такое? Ну, что, неужели не могли сделать аккуратно? То есть, мой взгляд уже бросается на такие мелкие косяки, которые очень заметны. Поэтому, прежде чем покупать, друзья, смотрите симметрию. Как-то они верхний слой здесь меньше, здесь больше. Ну, неаккуратно сделали, хотя пара из одной коробки, друзья. Вот этот момент здесь, конечно, косячит. Давайте посмотрим по проклейке. Ну, по проклейке что могу сказать? По проклейке вроде... Вроде более-менее. Более-менее ничего. Вот, ну, конечно, задник меня смутил. Так, криво выполнить. Не соблюсти симметрию. Ну, это прям явный кассипор какой-то. Так, ну, если закрыть глаза на этот момент, то моделька интересная. Давайте-ка я их сейчас померю, друзья, и посмотрим, как они будут смотреться на ноге. Заодно расскажу вам о своих ощущениях. Погнали мериться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, что, друзья. Сами видели, как они смотрятся на ноге. Тут уже смотрятся они довольно-таки симпатично. По поводу амортизации, друзья, очень порадовало. Амортизация здесь прям супер. Не хуже, чем в этих дорогих одиках ультрабуст, на которые я делал недавно обзор. И, по-моему, даже лучше, так скажу вам. Они мне очень напомнили модель Sketchers Kinetics, которые были у нас давным-давно, продавали. Сейчас уже, конечно, не продаются, но где-то можно найти, но не везде. Очень напомнили Sketchers'ы, друзья. По амортизации супер. По ширине колодки, друзья, на широкую колодку данной модели рассчитана. Поэтому, если у вас нога прям-таки широкая, да, и широкая вот эта часть, то вам эта модель зайдет. Однозначно плюс. Сразу хочу упомянуть, никаких водооткающих пропиток, друзья, и здесь мембран нету. Поэтому данная модель рассчитана на сухую погоду, либо для тренинга и бега в зале, еще раз, на беговой дорожке. Ни в коем случае не для влажной погоды. Вот, поэтому, кому понравилась данная моделька, друзья, приходите, меряйте, при желании приобретайте. По-моему, довольно-таки достойная, за исключением вот этих косяков сзади, вот, которые прям бросаются в глаза, асимметрия. В целом, модель довольно-таки достойная. Поэтому, если вам понравилось, приходите, меряйте, при желании приобретайте, друзья. И вот тут вот наверху будет промокод, QR-код. Вот тут вот наверху будет QR-код, друзья, с помощью которого вы сможете отсканировать и скачать приложение Sportmaster, установив его, и сделать 15% скидку на первый онлайн-заказ. Так что, друзья, устанавливайте приложение, пользуйтесь, следите за промокодами, следите за скидочной компанией и покупайте данную модель со скидкой. А на этом, друзья, буду заканчивать свой небольшой обзорчик. Всем, кому он понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, друзья. И у нас еще будет впереди довольно-таки много-много интересных обзоров. С вами был Михаил. Желаю всем счастья, любви и хорошего настроения. Всем до новых встреч, друзья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok